Самая жесткая оценка действий России исходит от Соединенных Штатов. Еще до принятия Советом Федерации решения, позволяющего ввод ограниченного контингента войск в Украину, США предупреждали, что это может повлечь самые серьезные последствия. И вот теперь в Вашингтоне уже громко говорят о санкциях в отношении России, а Совет Безопасности ООН рассматривает украинский вопрос два дня подряд на экстренных совещаниях. Реакции Америки на события в Крыму Надежда Дерманская. Свет в окнах Белого дома в последние дни горит и днем и ночью. В Вашингтоне всерьез обеспокоены событиями в Крыму. Риторика Белого дома остается неизменной. США требуют от России немедленно вывезти войска с территории Украины. Где находится Крым и почему из-за него так обострилась международная обстановка? В эти дни во всех американских газетах и в программах новостей короткие, почти энциклопедические материалы о полуострове. Ситуацию пресса описывает коротко и предельно просто. Российские вооруженные силы установили контроль над украинским полуостровом Крым в субботу, после того, как российский парламент позволил президенту Владимиру Путину использовать армию в ответ на политические изменения в Украине, в ходе которых был низложен кремлевский ставленник и появилось новое устойчивое прозападное правительство. Реакция США на сообщение о маневрах людей в форме российского образца и без опознавательных знаков была молниеносной. Сначала заявление пресс-службы Белого дома. Интервенция – это непоправимая ошибка. Затем поздно вечером в пятницу срочное заявление по поводу событий в Крыму делает лично Барак Обама. Мы глубоко обеспокоены сообщениями о военной активности, которую демонстрирует Российская Федерация на территории Украины. Любое нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины глубоко дестабилизирует ситуацию. Это официальная фотография пресс-службы Белого дома. Переговоры Барака Обамы и Владимира Путина о ситуации в Украине. Телефонный разговор длился полтора часа. Многое из этой беседы надолго останется секретом. Пока есть только скупые сообщения пресс-служб. Если у России возникают сомнения относительно того, как относиться к этническим русским или национальным меньшинствам на территории Украины, есть соответствующий способ решить этот вопрос мирным путем. Напрямую с правительством Украины и через представительство международных организаций. Президент России акцентировал наличие реальных угроз жизни и здоровью граждан России и многочисленных соотечественников, находящихся на украинской территории. Владимир Путин подчеркнул, что в случае дальнейшего распространения насилия на восточные регионы Украины и Крым, Россия оставляет за собой право защитить свои интересы и проживающее там русскоязычное население. В конце недели уже многие политики в мире начали называть происходящие в Крыму интервенции со стороны России. В пятницу Верховная Рада попросила ООН срочно созвать заседание Совета Безопасности. Литва, которая сейчас председательствует Совбезе, заявку поддержала. Совет собрался, но в пятницу ситуацию в Украине обсуждали за закрытыми дверями. В субботу еще одно заседание по украинскому вопросу, на этот раз открытое. Постоянный представитель Украины в ООН зачитывает членам Совета Безопасности последние сводки с полуострова и требует немедленного вмешательства международного сообщества. Количество российских военных на территории Украины растет с каждым часом. Мы призываемся в БЕС ООН сделать все возможное, чтобы остановить агрессию России в Крыму. США требуют немедленно направить в Украину международную посредническую миссию и в который раз призывают Россию убрать войска. Эта интервенция без какого-либо законного обоснования. Россия нарушает международные обязательства. Время остановить это. Российские военные должны уйти. По спред России в ООН Виталий Чуркин на заседании Совбеза обвинил Запад во вмешательстве в украинские дела. Международным фактором, которые проявляют повышенный интерес к ситуации в Украине, на Украине, надо приструнить радикалов, а не позволять им верховодить на территории Украины. Поскольку такие действия могут привести к очень тяжелому развитию событий. Что и пытается предотвратить Российская Федерация. Субботнее заседание Совбеза, проходившее в открытом режиме, Виталий Чуркин назвал игрой без правил. Постпред России в ООН настаивал на проведении заседания исключительно в закрытом режиме. Мы готовы к серьезным дискуссиям, но некоторые члены Совета безопасности в последний момент решили изменить формат встречи. Так не делается. Вместо того, чтобы заниматься делом, у нас идет эта странная дискуссия. Попытки США и ООН стабилизировать ситуацию в Крыму путем переговоров в Совбезе пока не принесли ощутимых результатов. Но используются все методы, кроме призыва немедленно вывести войска. США апеллируют и к имиджу Кремля и грозят международной изоляции России. Соединенные Штаты Америки приостанавливают подготовку к участию в саммите Большой Восьмерки. Не исключено, что этому примеру последуют и европейские страны. Встреча мировых лидеров должна состояться летом этого года в Сочи. И вот самая последняя информация. Глава Госдепа США Джон Керри заявил, существует вероятность исключения России из клуба Восьмерки. Вашингтон также готов ввести в отношении Москвы санкции. Надежда Дерманская, Юрий Романюк. Подробности недели. Американское бюро телеканала Интер. Вашингтон.